Влюбленный в Химки, первый участник конкурса на лучший гимн округа, прислал свой вариант текста. Результаты превзошли ожидания. Открывшим эстафету оказался москвич Алексей Солодов, никогда не живший в нашем городе, но знающий о нем не меньше, чем любой местный житель. Алексей не профессионал, литературное творчество всего лишь хобби. Так чем же вызван такой интерес к Химкам, узнала Екатерина Зайнулова. Ты кладезь науки и кузница спорта, возводишь ракетно-космический щит. Частица трудов твоих высшего сорта с поло-шереметьевских к звездам летит. Смелость и стойкость в минуты суровые знают твои побратимы-друзья. Старые Химки лелеешь и новые, спутник столицы, ты гордость моя. Вариант гимна Алексея Солодова отражает, пожалуй, все наиболее важные моменты жизни Химок. Космическую промышленность, спорт, памятные места, аэропорт Шереметьево и даже любимый химчанами парк Толстого. Написанный буквально за несколько дней, в него автор вложил душу. В дюжине строк надо не просто отразить исторические события, связанные с развитием городского округа. Достижения химчан, трудовые, боевые подвиги. Во-первых, изложить факты и, во-вторых, попытаться сделать так, чтобы сам гимн был направлен на воспитание патриотических чувств. Алексей закончил Ярославское высшее военное училище, работает в счетной палате Российской Федерации. Сочинительством увлекается с юности и даже издал две книги. Бывал в Химках, но никогда не жил. Сам он родился в Мирном, что у космодрома Плесецк. И именно этим и обусловлен неподдельный интерес. Рост в семье военнослужащего. У меня папа служил, полковник в космических войсках. Поэтому космическая тематика очень близка, является родной. В ходе подготовки и написания текста Алексей изучил десятки гимнов городов России. И выяснил, что зачастую они не соответствуют действительности. Поэтому качественный материал стал для патриота долгом совести. Правда, отвечает ли он всем требованиям, покажет время и оценка специалистов. Критерия обязательно должна быть. История города – это военное прошлое. Наш город, чем славится это, космосом. Это наши достопримечательности. Активность пока небольшая, но очень много звонков, очень много приходит людей, кто хотел бы поучаствовать. Даже если Алексей Солодов не победит, его имя все равно войдет в сборник произведений о химках. Ведь в своем гимне он указал поистине святые для химчан места. Например, памятник сестры милосердия в сквере имени Марии Рубцовой. Кстати, это любимое место автора в нашем городе. Алексей искренне надеется на победу, не из-за приза. Таким образом, он не только сможет повысить свой уровень писателя, но и лично поучаствовать в судьбе химок, так похожих на его родной город. Екатерина Зайнулова, Сергей Гвоздев, Служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok